Голосование продолжается на избирательных участках страны, только в Астане их свыше 300, а в масштабах республики действует больше 10 тысяч. За ходом голосования на участках столицы следит Вячеслав Витлугин. Вячеслав, приветствую. Какая информация у тебя к этому часу? Здравствуйте, Динара. Вот сейчас мы находимся на избирательном участке номер 397 города Астаны. Как стало только что известно, уже здесь проголосовало больше 70 человек. Что интересно, мы заметили, как голосуют и 18-летние юноши и девушки, а также все-таки долгожители. Кроме того, стоит отметить, что здесь организованы все условия для беспрепятственного голосования людей с инвалидностью. Для них оборудованы специальные кабинки. Как раз об этом готов рассказать наш спикер, секретарь избирательного участка Медед Алимгазин. Медед, расскажите, как все-таки подготовили кабинки для людей с инвалидностью? Здравствуйте. Получается, у нас на участковой избирательной комиссии имеется именно секция, то есть где могут люди с ограниченной возможностью проголосовать за своего кандидата, либо за ту или другую партию. Она оснащена всеми приборами, чтобы они беспрепятственны, без каких-либо затруднений. То есть это для слабовидящих лупы, трафареты, для тех, кто слабо слышит, там оснащено наушниками, ноутбуками и так далее. Спасибо большое, Медед. А мне остается добавить, что люди идут голосовать, они понимают всю важность выборов и той борьбы политической, которая сейчас разворачивается. Кстати, ранее замглавы ЦИКа Константин Петров пояснял, что на 98 мест в Нижней Палате Парламента претендует 892 кандидата, в том числе 283 человека по партийным спискам, 609 по одномандатным территориальным округам. По его данным, в 223 маслехатах всех уровней имеется 3415 мандатов, на которые будут претендовать больше 13 тысяч человек. Динара, вот такая информация к данному часу. Спасибо большое. На прямой связи со студией был Вячеслав Витлогин. Он рассказал нам о том, как проходит голосование в столице.